МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...достаточно большие варианты как по комплектации, так и по двигателям и по другим вопросам. Иногда получается, что автомобиль, например, гольф-класса стоит тех же денег, что и автомобиль следующего же среднего класса. И сегодня у нас в гостях Тихонов Андрей, это руководитель отдела продаж группы компании ГЕМА, и Калининка Елена, бренд-менеджер группы компании Дженсер. С ними попытаемся выяснить все вопросы, что же кроется за этой ценой, примерно в 20 с небольшим тысяч долларов, и о резонности выбора того или другого автомобиля, но и заодно обсудим все остальные вопросы, которые так или иначе связаны как с покупкой, так и с владением автомобилей вот этих вот категорий. Напомню, что мы ждем ваших звонков по телефонам, указанным на экране. Если у вас есть какие-то вопросы или есть свое мнение, то звоните пока у нас, профессиональные гости, эксперты, они, я думаю, помогут ответить на этот вопрос. Ну и вопрос такой. Как хорошо было раньше, да, вот, ну, я не буду совсем забегать туда на 120 лет назад, когда были автомобили только одной марки, одного цвета там, может быть, да, а как бы просто раньше не так много было классов. Сейчас классы появляются, ну, с такой, с пугающей регулярностью, нельзя сказать, что там, или с завидной регулярностью, смотря как, смотря что это несет для нас. И, кроме гольфа, среднего там и прочего, там появились автомобили, для которых и классы-то еще не придумали. Их так условно относят к чему-то. Ну, в принципе, как бы под них, наверное, скорее всего, появится скоро другое определение, они будут называться так. Вот для людей, которые покупают машины, нет путаницы такой вот в классах, там, вот, люди, которые приходят покупать эти машины, они все понимают, что такое класс там, С, Д, Е. Или это вопрос всегда такой условный, чтобы, грубо говоря, было некое место, некое пространство там, ну, и уже дальше там по опциям. Вот как по опыту общения с этими людьми. Ну, смотрите, для многих, на самом деле, людей, которые приходят в салон, привязанность к тому иному классу определяется уже вообще не с менеджером, по большому счету, ну, по практике, по крайней мере, моей. Зачастую люди ориентируются исключительно ценовым диапазоном, то есть потолок некий ценовой, соответственно, который они могут себе позволить. В этом диапазоне они ищут себе подходящий автомобиль. Поэтому есть, конечно, некоторые фанаты автомобильных автомобилей, которые точно знают, что это гольф-класс, это там средний класс, там, Е, Д и так далее. Но большинство людей – это исключительно ценовый диапазон и габариты. Ну, а вот по вашему опыту, удается человеку, который пришел покупать себе автомобиль, ну, например, классов Focus, переубедить на более дорогой автомобиль. Или это из ряда вот тех историй, про которые потом рассказывают анекдоты? Нет, действительно так. К тому же, если клиент выбирает автомобиль и руководствуется тем, чтобы получить максимальный комфорт от автомобиля, то в таком случае мы уже переходим с основного диапазона, добавляя там тысячу или две тысячи долларов, и получаем автомобиль, скажем так, более дорогого класса, более-больший автомобиль, нежели чем, например, Ford Focus. Мы получаем Мандео. Понятно. Вот тоже вопрос. К нам это пришло с запада, такая вот практика, когда цена указывается там не 20 тысяч, а 19,999. Потому что для них это было каким-то таким, для европейцев, я имею в виду, ну, это не 20, это 999, там, и 19 тысяч. У нас как-то всегда это, пожалуйста, сколько там, 18,5, ну, считай, 20 тысяч. То есть у нас все-таки любят округлять люди в большую сторону. И вот тоже вопрос, насколько готовы люди увеличить себе бюджет, вот первоначально запланированного? Ну, есть же всегда вот эти плюс-минус, там, тысяча, две, вот по процентам, не знаю, ну, или при цене автомобиля, там, стартовые 20 тысяч, вот насколько люди готовы двигаться при мотивированном объяснении? Люди готовы двигаться, объяснение может быть достаточно простое. Человек может приобрести любой, практически любой автомобиль в кредит. Более того, что у многих производителей существуют свои кредитные программы, которые позволяют приобрести автомобиль с малыми потерями. Та же самая программа Ford Credit, Nissan Finance и так далее. У нас, по-моему, всей страны подходим сейчас ко второму этапу кредитования населения. Первый этап был вызван, ну, так был бурный такой восторг, кредиты замечательные. Но сейчас банки, наконец-то, начинают понимать, что некоторые из розданных кредитов, они так никогда и не вернутся в родные стены, потому что люди немножко переоценили. Ну, на волне такого общего оптимизма, что, ну, подумаешь, там, вместо 20 тысяч он будет стоить 30. Это же все в кредит, поэтому так. Я думаю, что многие люди сейчас будут относиться немножко серьезнее к тому, что такое кредит, и как все это дело производится. Но, тем не менее, есть какие-то примерные приоритеты? Вот со скольки, на сколько денег может увеличиться цена автомобиля при покупке? Знаете, на моей практике был пример, когда человек пришел покупать Focus, а в конечном итоге он приобрел к оптиму. Интересный вариант, если я не путаю, к оптиму там что-то в районе 27 тысяч стоит. Да, абсолютно верно. Сначала ему продали максимально укомплектованный Focus. Но все-таки вот тоже, да, давайте попробуем так поставить. Ну, вы люди недалекие от продаж. Вы, я только понимаю, что и сами раньше работали в продажах, раз каждый в своей компании приподнялся до такого уровня. И вот вопрос, давайте попробуем себе эту ситуацию нарисовать вот таким образом, как вот я пришел покупать к вам автомобиль. Вот механизм вот этого перехода в следующий класс, да, вот приходится смотреть на какие-то вещи. Вот как, мне просто интересно, как происходит вот это вот перещелкивание на модель туда, на модель выше, на модель старше. Потому что, ну, по большому счету, ну, опять же, давайте сначала издалека начнем. Люди, насколько мотивированы сейчас приходят, ну, не то, что мотивированы, насколько подготовлены, насколько они хорошо понимают, что они хотят купить в итоге. Смотря что является первоначальным мотивом, да, для прихода автосалона. Если это конкретно, многие, как бы там, увидел у соседа, да, или, например, там, увидел в журнале, вот он, фокус, соответственно, пошел с желанием приобрести его. Вроде бы, как он удовлетворяет его потребностям, да, там, цена небольшая, допустим, машина приличная за эти деньги получает. А войдя в автосалон, по практике, он замечает еще пару-тройку моделей, подкнулся в порт-экскёршн, да, и понял, что вот он, на что его думает. Его мечта, да, да. Давайте прервемся, пообщаемся со зрителями, посмотрим, что они думают на эту тему. У нас есть звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Да, мы слушаем вас. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы нам звоните. Вот Киенко Сергеев из Краснодара. Очень приятно, Сергей, слушаем вас. Скажите, пожалуйста, вот интересует такой вопрос. Выходит на рынок новый Ford Mondeo? Угу. Нет ли данных о возможности сборки его во Всеволжском автозаводе? Угу, понятно. Ну, я боюсь, что мы здесь не очень компетентны в этом плане отвечать на такой вопрос, поскольку, ну, корректнее было бы этот вопрос переадресовать представителям Ford самим. Потому что у каждого из нас есть свои предположения на эту тему. Жесткой уверенности пока как бы быть не может. Скорее всего, на первых парах, естественно, нет. Ну, а за более детальными разъяснениями, ну, попробуем обратиться к самому представительству компании Ford. Я думаю, что им на это дело легче отвечать, что там, когда будет собираться у нас. Вот, ну, надеюсь, насколько могли, мы ответили на вопрос. Сейчас продолжим обсуждать, что у нас есть дальше по этим автомобилям. Приходит человек, который увидел где-то фокус, да, ну, наверное, наивно подозревать, да и неправильно людей в том, что они очень хорошо теперь знают, что такое за автомобиль. Раз уж он мне понравился, то я узнал о нем все. И возможности там комплектации, чего-то, чего-то, чего-то еще. То есть, по большому счету, достаточно большой диапазон для выбора. То есть, люди приходят, понимая только цену, которую они готовы заплатить, и то достаточно примерно. Вот дальше по механизму. Часто бывает такое, что человек пришел покупать фокус, а действительно увидел что-то там еще более интересное? Ну, если точки зрения как бы фокуса, да, наверное, фокус... Ну, не фокус, возьмем автомобиль гольф-класса, да. Любая машина. Да, но у меня бывало так же, что там, условно, когда работал тоже Mitsubishi, люди приходили покупать Lancer, уезжали на Outlander. А тут, соответственно, важно понимать, что если он, допустим, Lancer полностью хотел купить за наличные, да, соответственно, сколько ему обойдется разница там в месяц по кредитным тем же программам, которые у нас сейчас широко развиты, для того, чтобы приобрести автомобиль более высокого класса и более отвечающим его, грубо говоря, каждодневным требованиям. Вот. Если она для него приемлема, то почему нет? Ну, понятно, а на вашей практике, Елена, какие-то варианты были такие совершенно фантастические? Какой самый фантастический вариант в плане того, как изменилось мнение человека по поводу того, какую машину он может себе купить? Ну, знаете, таких серьезных, конечно, перемен не было. Обычно, если человек приходит покупать фокус, он руководствуется не только ценовым диапазоном, но, опять же, многими отзывами коллег, сотрудников по работе, опять же, с мнением семьи зачастую каждый гражданин нашей страны... А зачастую это единственное мнение, с которым удается посоветоваться, мнение семьи. Надо вот такую машину купить здесь. Немаловажную роль, опять же, играет та же самая жена, вплоть до выбора цвета. Это самая правильная позиция иногда. Да, когда люди выбирают автомобиль и начинают спорить, это достаточно будет мотор, нет, надо подинамичнее машину, или я хочу вот этот цвет, а я хочу этот цвет. Но все-таки, кто покупает фокус, это, ну, можно сказать, что определенные люди. Они практически не выбирают между чем-то и чем-то. Они приходят и они знают, что они хотят. Они покупают фокус, и они знают, какой мотой они хотят и все остальное. Перейдем дальше. Поскольку фокус определенные люди, давайте поговорим о людях менее определенных. Вот это мы понимаем. Потому что, ну, по большому счету, для человека принципиально, ну, во-первых, место. Да, вот там есть люди разной комплекции, разных габаритов. Причем есть тоже разные примеры совершенно. Есть люди очень невысокого роста, которые пытаются компенсировать это дело автомобилем. Очень часто, видишь, как вот выходит из такого громадного дредноута, выходит такой скромный габаритов человек. Я так понимаю, что, ну, это, в общем, какое-то ощущение такого психологического комфорта, если не физического. Но есть обратные примеры, когда человек просто физически не помещается туда. Вот, ну, на мой взгляд, у нас автомобили сейчас гольф-класса и D-класс, они так, ну, как бы и среднего класса, они не настолько различаются по размерам с точки зрения того человека, который сидит за рулем. Ну, я сейчас продолжу тогда говорить свою мысль, просто к чему подведу. Давайте пообщаемся со зрителем, посмотрим, может быть, они нам подскажут какое-то интересное мнение или будет интересный вопрос. Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Николай, и я из Балашихи. Очень приятно, Николай. Вот у меня машина больше класса, пчужина у меня, значит, форта. Я доволен, вот больше полутора лет езжу, но это такая ситуация. Мне, в общем, побольше машина хотелось того же завода, форта. Я вот хотел выбрать, ну, две модели мне понравились, Маверик и С-Макс. Ну, Маверик, я слышал, убрали эту модель, да, вот и хотел узнать, почему и что будет вместо него. И вот хотел услышать по поводу С-Макс с турбодизмом 2 литра. Большое вам спасибо. Ну, вы пока не отключайтесь, у меня тоже вопрос. А вы когда покупали Fusion, у вас, вы понимали, что вы идете покупать? Или это тоже был выбор в салоне? Вообще, я хотел, да, покупать, купить форта, да. Я фокус не рассматривал как класс, в общем. Мне Fusion понравился, мы с дочкой выбрали, с перспективой, что он ей останется. Угу, понятно. Ну, интересно, интересно, хорошо. Спасибо. Что-то сказать можете по поводу тех вопросов, которые он задавал сначала? Выходит новый Маверик, он уже вышел в Америке. В России он появится, планируется появление его в конце, ближе к концу года. Что касаемо S-Max, то, наверное, вы рассматриваете 2-литровый турбодизель 140-сильный. Могу определенно сказать, что хороший мотор. Лучше, конечно, для вас, если вы попробуете его в тест-драйве, чтобы понять, вы хотите все-таки дизель или вы хотите бензин. У нас, пожалуйста, приехав к нам в дилерство, вы можете попробовать и дизельный, и бензиновый вариант. Ну, мы все знаем, дизельный мотор отличается экономичностью, что немалую роль играет при растущих ценах на бензин. Ну, и тут еще появляется вариант такой, да, вот дизельные моторы отличаются еще и своей чувствительностью, что особенно актуально при наших качествах, принятых на производство. Ну, как бы сейчас ситуация потихоньку нормализуется, вроде бы, когда появилось топливо Евро-4. Вы все-таки сейчас не реализируете на бензин все-таки? Ну... Мы все-таки их дождемся. 25% обещают понятия. У нас много чего обещают в этом плане. Я бы не стал мотивировать покупку автомобиля, который уже сейчас надо проводить, какими-то обещаниями. Ну, не знаю, у нас, в принципе, тут много разных политических изменений на носу, и, может быть, к одного из них приурочат как раз снижение цен. Хороший такой будет предвыборный ход в этом плане. Ну, по поводу тест-драйв тоже интересная вещь, она тоже, как ни странно, связана с классами. Чуть раньше по времени была такая ситуация, когда автомобиль престижного класса можно было взять в тест-драйв, но не объехать на нем вокруг салона, а взять и уехать так спокойно, чтобы никто не сидел там душами типа менеджера на сутки, на какое-то определенное количество. Вот по более скромным моделям такой ситуации нет. Это менеджер, сидящий в салоне. Вот вам, как кажется, достаточно этой поездки для того, чтобы прочувствовать? Ну, все зависит, на самом деле, от маршрута движения. Ну, естественно, в более дорогом сегменте многодневный тест-драйв обусловлен тем, что количество клиентов, желающих прокатиться, но их изначально меньше. На массовой марке их, естественно, больше, если каждому отдавать машину тест-драйв. Ну, согласен, да. И фактически не будет. Вырастет очередь больше, чем на покупку такого автомобиля. Все зависит, поэтому многие компании, соответственно, в том числе и наши, уделяют большое внимание именно маршруту, по которому проходит тест-драйв. И, соответственно, подготавливают маршрут как для легковых машин, так и для дорожников, чтобы, по крайней мере, за те 20 минут, которые клиент ездит в автомобиле, он мог максимально почувствовать автомобиль, которым впоследствии будет управлять несколько лет. Ну, логично. Были такие варианты, когда тест-драйв не то, чтобы, наоборот, сподвиг, а отказался человек покупать автомобиль после тест-драйва? Что-то разочаровало размеры? Или в основном это все на позитив? Прокатились, очень понравилось, все разбежались? Больший процент на позитив. Хотя, конечно, исключения бывают. Ну, мы как бы свернули немножко в сторону с разговора о размерах, когда позвонил зритель. Размеры, в принципе, для водителя сопоставимые размеры. То есть, регулировки кресла позволяют не чувствовать себя, не чувствовать коленями переднего панели, в общем, не упираться головой в потолок. Ну, там, при моем росте, который сейчас уже может стать средним, там, 185 сантиметров, я, ну, только на редких автомобилях, упираясь головой куда-то, это такой уж совершенно редкий вариант, там, с заниженной линией крыши. Ну, бывает, но редко. В основном речь у нас идет о том пространстве, которое расположено сзади этого автомобиля. И вот тут мы переходим к следующему моменту, который я бы хотел начать после того, как мы пообщаемся в очередной раз со зрителями. И вернемся к обсуждению вот того пространства, которое сзади у нас. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день, Николай из Москвы. Очень приятно, Николай. Жена попросила съездить с подругой купить, ну, то есть, прибрать ей машину. Там сел подбираемый вариант, Ford Fusion. Остался очень доволен и даже быстрее подруги купил себе эту машину. Понятно, но вариант только один рассматривался. Вы не выбирали между чем-то и чем-то? Когда смотрели подруги, выбирали вариантов 10 из похожих. То есть, и корейцы смотрелись, и не только. Ну, а что... Особенно, извините, после этого прочитал про машину, что целиком, от и до, и на сайте, и везде. То есть, и по форумам. И после этого обоснованно купил эту машину. Ну, вы такой мотивированный очень покупатель были действительно. Да, да. Как показывает практика, сейчас очень мало кто знает о машине, что-то больше названия, когда выходит покупать. Ну, хорошо, спасибо за ваше мнение. Сейчас будем продолжать обсуждать эту тему. Вот размеры сзади, да, вот такие достаточно гипотетические. Потому что вот я как водитель, ну, достаточно большой стаж. Вот я, честно говоря, к размерам, которые находятся за водительским сидением, относился всегда так. Ну, какое-то место там есть, в общем. Ну, и хорошо на то. Да, вот как определяется визуально, на глаз. Потому что там иногда такое слышат, ну, нам на дачу ездить. Ну, на дачу, я понимаю, что на дачу ездить. Но это все-таки не, как бы это же не прицеп там с каким-то скарбом, да, на дачу там, ну, какие-то вещи туда возятся. Вот как люди определяют достаточно-недостаточно пространство сзади автомобиля? Обычно клиент садится на водительское сидение, отодвигает его до конца и пытается сзади. На вырос, да, что вдруг подрастут ноги еще на полметра. Отдвигается до конца и пытается сесть сзади. Такое частенько можно увидеть. Но некоторые регулируют сидение под себя, смотрят, как они чувствуют себя в том положении, к которому они привыкли сидеть за рулем. И, соответственно, если они приходят всей семьей, усаживаются все вместе в автомобиль. Ну, понятно. На мой взгляд, просто большой разницы-то, такой принципиальной разницы нет. Или вот есть разница в том, что в Focus мне тесно, или там в Fabio мне тесно, ну, в чем угодно, в Nissan Almera мне тесно, да, вот в следующем автомобиле мне уже не тесно. Вот просто мне интересно понять, когда все-таки переходит переключение покупателя с этой модели, с модели Golf-класса на следующую, это из-за места хоть когда-нибудь случается, из-за того, что в этом автомобиле больше места? Или какие-то другие мотивы здесь присутствуют? Нет, безусловно, случается. Тут, получается, продолжение – это либо переход на большую модель, да, соответственно, на больших габаритах, либо же поиск альтернативной модели, потому что разные производители по-разному подходят к оформлению места задних пассажиров. Это могут быть отдельно спрофилированные передние сиденья, это угол наклона спинки, это уменьшение объема багажников для того, чтобы отодвинуть свои задние сиденья как можно глубже, в том числе и геометрия дверей, через которые клиент садится. Ну, да, дверные проемы. Да. Опять же, все будет зависеть в этой ситуации от работы персонала, да, конкретно менеджера, который работает с клиентом, и лояльность к данному бренду. Ну, лояльность к бренду, пока слово для нас чуждое такое, не явное. Я вам это не сказал бы, это смотря в каком классе рассматривать, на самом деле. Ну, интересно. Ну, с точки зрения, например, мы сейчас отвлечемся, у нас придача так несколько начинает рекламный ролик Форда носить. Мы потом выставим счет, не переживайте. Ну, хорошо. С точки зрения премиум-класса, то лояльность, на самом деле, клиентов, там, не знаю, к Мерседесу, к BMW или к Audi, да, это, скажем так, клиенты особой касты. Люди могут принципиально покупать только Мерседес, не рассматривая все остальное вообще. Если, соответственно, там, Ц-шку сделали таким образом, что там сзади сидеть невозможно, он будет рассматривать Е-шку. Ну, за редким исключением, он может там пересесть какую-то другую машину. Соответственно, если же мы занимаемся в том числе и Audi, наш холдинг, клиенты, которые приходят к нам, посмотрев четверку, но горячо уже в течение нескольких лет любят Audi, шестерку будут рассматривать, если четверка по размерам не подойдет. Сто процентов. И шанс оставить их в салоне именно на большую машину очень высок. Ну, гораздо больше, чем увидеть их в другом салоне, торгующий конкурентным брендом. Интересно, у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Это вы меня имеете в виду? Скорее всего, вас, да, раз вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Александр, я живу в Мурманской области, совсем недалеко от города Мурманска. Являюсь счастливым обладателем такой автомобиля, как Ford Galaxy. Galaxy, ну это новый уже вы имеете в виду, да? Да как новый, три года он уже. А, ну, понятно, понятно. А вы его покупали, исходя из действительно семейных потребностей? Нет, я исходил, в общем-то, из того, что имеется в наличии. Вопрос очень трудный, у нас в Мурманске порядка десятка салонов, и в них не более десятка разных автомобилей. Новых имеется в виду. С бэушными дело получше обстоит, ну вот дело такое. Не, ну новый бэушному не конкурент практически никогда, потому что у нового автомобиля есть свои большие плюсы. А вы когда выбирали себе Galaxy, что-то еще как вариант рассматривался? Ну, в принципе, да. До этого у меня был Mercedes Vita, просто он уже малость подустарел, и начинки у него не хватало. А дело в том, что я езжу в отпуск, ну последние лет 30, наверное. А у нас до ближайшего города, Санкт-Петербурга, полторы тысячи километров. Дорога у нас тоже оставляет желать лучшего, карельская дорога. Ага, да. В Краснодарском крае, поэтому путь не близкий. Ну, традиционными путями едете? Да, именно. По всему маршруту могу с вами согласиться. Дороги очень непростые. Ну, начиная от Москвы уже более-менее ничего. Ну, чем дальше от Москвы, там есть моменты. Есть моменты, где очень приходится здорово вздрагивать, особенно когда это своя машина, и понимаешь, что там сейчас какая-то часть ее важная грозит остаться на дороге. Ну, вы говорите... Вы, видимо, по Карелии не ездили. По Карелии ездил, ездил. Я как раз ездил по дороге до Питера. Нам каких-то там воронежских... По дороге до Питера ездил как раз тоже. Достаточно интересная дорога такая. Она, по-моему, поворачивает на всем протяжении. Я начинал по ней ездить, когда этой дороги не было вообще. Ну, что я буду вам тогда рассказывать по поводу этой дороги? Вот я о чем и говорю. Для того, чтобы нормально из Мурманска доехать хотя бы до средней, как мы говорим, полосы, это порядка вот Санкт-Петербург, Москва и так далее, необходимо надежное, хорошее... Ну, еще и вместительные машины, потому что если в каких-то... Вместительные с собой берешь необходимые вещи, выезжаешь, как правило, весной, а возвращаешься осенью, поэтому надо и то, и другое, и третье. Поэтому вот хотелось бы, чтобы дилеры фордовские больше внимания обратили такому городу, как Мурманск. Их расхватывают, как горячие пирожки эти автомобили у нас. Я им авторитетно говорю. Даже в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, их тоже расхватывают, как пирожки. Но учтем мнение, передадим, что следующим приоритетным городом должен быть Мурманск в плане открытия новой дежурской сети. Спасибо за звонок. Продолжаем обсуждение по поводу того, мы остановились на месте. Месте, которое видят для своей семьи, для своей поклажи покупатель такого автомобиля. Мне интересна такая ситуация. Если мы не говорим о семье, но был чисто специфический случай, действительно, ездить на автомобиле гольф-класса, наверное, не совсем разумно. Потому что полторы тысячи расстояния до ближайшей, можно сказать, цивилизации. Ну, глупо рассмотреть, фактически, двухдверный автомобиль какой-нибудь, для того, чтобы на такие расстояния ездить. Не дай бог что, то как тогда вторую ходку совершать еще за полторы тысячи километров? Достаточно неудобно. Но, понимая все-таки то, что не все вот так ездят, не у всех большая семья, ведь часто же машины среднего класса покупают себе люди, не обремененные семьей, не обремененные детьми, у некоторых из них даже дачи нет. Вот что их подвигает в сторону большего класса? Кто-то из-за оборудования или из-за просто психологического комфорта? Бывают такие моменты? Ну да, наверное, все-таки здесь играет момент психологический, потому что многие, кто рассматривает С-класс, и если им по деньгам подходит автомобиль более высшего класса, то предпочтение многие могут отдать именно в пользу более высшего класса. Это происходит за счет того, что все-таки мы определяем наш статус, и статус немалую важную роль играет. Более того, опять же, поведение на дорогах, если ты едешь в автомобиле, скажем так, более дорогого класса, то можно сказать, что к тебе относятся большим уважением. Нинталитет российский, да. А если туда еще приклеить какой-нибудь там значок еще более дорогого класса, то будет, наверное, вообще почет и уважение на дороге. Вот касаясь того, что на этом автомобиле приходится все-таки ездить, не только купить, но еще и ездить. Обслуживание автомобилей таких близких классов, как гольф, средний класс, С и Д классы. Есть разница по обслуживанию такая, чтобы задуматься об этом? Вот по тем маркам, о которых вы можете говорить. Ну, я могу говорить за Nissan, за Ford. Могу сказать, что большой разницы в обслуживании между, например, Almer и Primera, либо мы говорим о Ford Focus, либо это Mondeo, большой разницы нет. Ну, Андрей, я думаю, что это максимум 15-20 процентов, это максимум прироста относительно того на одну машину меньшего класса и того на большего класса. Ну, хорошо, тут тоже попробуем тогда от статистики зайти еще сюда. К чему все-таки люди склоняются больше, обладая в руках вот этой суммой, ну, порядка 23-25 тысяч долларов. Вот по классам наверняка вы больше понимаете, каких машин, ну, опять же, больше продается вот за эти деньги. Это что все-таки? Это вот гольф-класс или это средний класс? Вот в районе 23 тысяч долларов. Это все-таки C-класс как раз. C-класс, это вот гольф-класс как раз. По статистике, да. По статистике? Ну, потому что элементарно у нее даже нижняя планка, она начинается от гораздо меньших денег, чем у машин среднего класса. Ну, естественно. Для некоторых же, кто-то может позволить себе перешагнуть следующий класс, да, кто-то там, соответственно, имеет вот этот тот разбег в пару тысяч, да, пару-тройка тысяч долларов. Для некоторых нет, кто-то с отечественным автопромом пересаживается на эти автомобили. Ну, на C-классы, да. Ну, да, пока такая тенденция идет, и, ну, посмотрим, сейчас отечественный автопром тоже готовит, подготовил уже ответный удар империалистам. Поэтому посмотрим, что там дальше будет в этом плане происходить. А на послепродажные вот варианты имеют, ну, вот я собираюсь поменять этот автомобиль, привожу в салон по трейдину, хочу сдать машину, которая у меня, как вариант, либо укомплектована вот по полной программе, дальше просто некуда, да, нет такой вещи, которую я мог бы официально поставить, а не поставил. Я поставил на машину все. Ну, и, как вариант, у меня есть абсолютно пустой автомобиль. То есть, ну, по принципу, да, сколько стоит самый дешевый, там, Премьера, там, Октавия, там, или Мондео, да, вот скажите мне, я вот эту машину куплю. Какую машину проще потом перепродавать? И, соответственно, какая меньше теряет в цене? Меньше теряет в цене, естественно, та машина, которая изначально была дешевле. Ну, я даже не в деньгах имею в виду, а вот в плане востребованности. Востребованности. А тут, понимаете, как бы разница между, допустим, мы там взять Октавию в базе или полностью нафаршированный, ну, таким жаргонным термином выражаясь, через несколько лет эта разница будет выражаться в нескольких сотен долларах, хотя на изначальном этапе воплотили несколько тысяч, может быть разница. Вот, поэтому, естественно, большим спросом на вторичном рынке будет пользоваться машина более укомплектованной, ее будет проще продать, но потеря за эти три года будет больше. Ну, потеря будет выше. Соответственно, выше. Ну, хорошо, сейчас мы продолжим тогда обсуждать еще один аспект этого вопроса, пока узнаем, что думают наши зрители. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Слушаем вас. Я из Подольска, Александр. Очень приятно, Александр. Хотелось бы мне задать такой вопрос. Когда приходишь непосредственно к дилерам покупать автомобиль, да, ну, даже в результате то, что касается на сегодня Форда, вот, мы пришли непосредственно покупать автомобиль, нам сказали, что автомобиль есть, отвезли нас на стоянку, где стоят автомобили, там их было более тысячи, вот, именно этого Форда. Но в результате того, когда мы выбрали машину, нам сказали, что вот, пожалуйста, мы ее посмотрели, но мы сегодня продать ее не можем, так как она должна отстоять или в салоне, или где-то еще, вы получите ее через месяц. Когда мы сказали, ну, давайте нам другую, другого цвета, или другого этого, то есть нам, нас начали, как вам сказать, ну, крутить на более дорогостоящую, мы согласились, и ее не оказалось. В результате мы на это плюнули и поехали в другой салон, правда, в Opel, и приобрели автомобиль Opel. Почему не так вот делать? Интересная история, вот, единственный вопрос, который я бы задал этим людям, вот, которые вас водили по стоянке, а вы вообще чем занимаетесь, у вас стоянка или вы машины продаете? Потому что, по большому счету, ну, как бы, эту продать не могут, эту не могут. Спасибо за звонок, сейчас попробуем обсудить вот эту ситуацию, что это значит. Да, ну, и заодно зрителям, вот, раз вы затронули такую интересную тему, зрителям вопрос, приходя в салон, естественно, мы работаем с менеджерами. И у менеджеров на нас, на покупателей, и у нас, у покупателей на менеджеров, естественно, противоположные взгляды. А если менеджер руководства, в общем, не будет его сильно хвалить, если он просто вам передаст автомобиль, не попробовав чего-то туда доукомплектовать, то, соответственно, вот, вас, как вы относитесь, когда вам пытаются предложить вариант, ну, скажем так, тот же халат, да, но с перламутровыми пуговицами, или какие-то дополнительные опции, или дополнительные автомобили. Вам это помогает, вас это информирует, или вас это путает и раздражает? Интересно узнать ваше мнение на эту тему. Вот к этому разговору, да, вот как это может такое быть, что машины стоят, но она должна здесь отстояться у нас еще в салоне. О чем могла идти речь здесь? Ну, тут, на самом деле, может быть, вас масса вариантов, да, соответственно, в том числе, начиная от того, что декларируют предстоительство по поводу этих автомобилей, потому что каждый день взаимосвязана очень тесная работа с предстоительством. Это может быть новая модель, да, это может быть какой-то новый цвет, который по, скажем так, договоренностям... Нельзя продавать ранее, чем... Нельзя продавать, он должен несколько времени отстояться в салоне. Ну, как бы у нас даже такое было в Ауди, в Ауди Центр-Запад, когда была презентация коллекции Black & White на А3, белая машина должна была месяц простоять в салоне, чтобы клиенты могли видеть, что это такое. Потому что это была очень масштабная акция, для Ауди была очень важна. Соответственно, бывает так, что некоторые дилеры... ну, просто наслышан, продают те машины, или, допустим, клиент может выбрать ту машину, которая, знаете, начально идет для тест-драйва. Дилер не может ее сразу продать. Соответственно, тоже некоторое время должно произойти, там пройти на согласовании, или, допустим, просто она должна отстояться и так далее. Бывает масса моментов. Естественно, некоторые дилеры могут грешить там какими-то внутренними своими проблемами. Тоже нельзя это исключать. Нет, ну, есть дилеры, которые грешат, об этом мы периодически говорим, как раз, да, есть грешные дилеры в этом плане. Но тоже интересный момент, когда мы говорим о каком-то салоне, ну, монобрендовом, который торгует именно вот одной маркой, вот, не вообще весь холдинг, а именно вот эта площадка торгует одной маркой. Там очень часто бывают такие примеры, когда продавец, там, или менеджер, как его правильнее назвать, да, но человек, который продает автомобили, который работает с клиентами, он говорит, что, знаете, вот, вы хотите купить еще вот ту модель, как я понял из вашего разговора, знаете, вот та модель плохая, вот эта вот хорошая модель. Ну, бывают такие вещи, да, потому что, знаете, я вам про ту модель могу сказать, что там того-то не хватает, там того-то нет, а вот у нас это есть. Как вы считаете, насколько корректно в работе, ну, вот, как бы сравнивать вот эту машину с какой-то другой? На что может идти человек, вот, продающий автомобили, менеджер? Вы имеете в виду конкурирующие марки? Ну, естественно, да, они же С-классы автомобилей, но если не брать премиум-сегмент, то там, как бы, все в среднем сегменте, они более-менее конкурирующие. Ну, я пока вас оставлю в раздумьях и пообщаемся со зрителями, может, они подскажут, что с тем происходит. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Слушаем вас. Екатеринбург беспокоит, Константин меня зовут. Очень приятно, Константин. Я, конечно, немножко, может, не в тему вопрос задать. Интересует вот такой вопрос. Тоже очень долго выбирали машину, именно хотелось семейный автомобиль выбрать. Ну, на марке уже остановились конкретно, может, даже не буду называть на какой. А интересует меня вот что. Как выбрать машину, вернее, как принять машину у дилера? На что обратить внимание? То есть, вот приехал я за новой машиной, я заплатил деньги. На что следует обратить внимание? То есть, чисто внешнюю комплектацию проверить? Вот этот вопрос интересует. Понял вас, понял. Хорошо, спасибо, звонок. Я попробую тогда переформулировать, чтобы было понятно, на что обращать. Ну, по идее, машина новая, да, но очень часто бывают такие ситуации, когда особенно по какой-то марке люди покупают автомобиль. Например, в Москве, а сами живут в Екатеринбурге, и вот по каким-то причинам они ее купили здесь. Ну, или там где-то в другом месте, где пока не развита дилерская сеть, приезжают туда к себе на место и выясняют ситуацию, что в ПТС, во-первых, написан номер, не тот, не от той машины там прописано, или что-то еще, или какие-то технические там нюансы, недоукомплектовано. Вот с чем приходится сталкиваться, я не говорю, там, например, вас или конкурентов, вообще, вот как бы, как произвести сразу на месте весь осмотр так, чтобы потом не возвращаться из Мурманска до Питера полторы тысячи километров. — Ну, изначально клиент должен осмотреть автомобиль, наличие каких-то внешних дефектов. — Ну, это естественно. Да, вроде бы как. А не бывают такие, как бы, что… Ну, я не подозреваю никого сейчас из торгующих на рынке, из работающих на рынке, никого не подозреваю в злом умысле, что кто-то имеет у себя на стоянке поцарапанную машину, но, тем не менее, об этом тихо молчит, и пусть клиент не заметит. Мы ее поставим этой стороной к забору, глядишь и не разглядит. Я как бы в этом не подозреваю, а вот бывают такие вещи, когда действительно вот по недогляду что-то там пропустили, и вот он человек говорит, знаете, вот царапина там. — Да, такое может быть, к сожалению, бывает. — Вот тут есть такой еще момент, а вот насколько, как долго эта царапина относится насчет салона? Вот пока он стоит, вот он выехал за ворот, и, соответственно, уже все, извините, это не наша царапина, вы ее с собой уже привезли. Как вот эти вопросы решаются все? — Ну, я думаю, что, к счастью, у нас таких еще проблем не было, поэтому... — Ну, опять же, наверное, люди лояльные к марке, вот о которых говорил нам сейчас Андрей чуть раньше, которые покупают себе автомобили этой марки, но, как правило, они еще прирастают к конкретному месту. Наверное, с ними проще, потому что, ну, у них есть там какое-то там, скажем, добрые намерения, да, их не стоит подозревать в желании заработать на салоне. У нас еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. — Алло. — Да, здравствуйте, слушаем вас. — Добрый день. Меня Дмитрий зовут, я из Москвы. — Очень приятно, Дмитрий. — Я так понимаю, у вас человек из Ауди, да, в эфире? — В том числе. — В том числе из Ауди, да, у нас человек. — Мне хотелось бы вот какой-то вопрос задать. У меня Audi A3 Sportback, куплен был Audi Запад. Повреждение порогов лакокрашенного покрытия. И как бы мне мотивировали автомобиль на гарантии. А дилер мотивировал это тем, что я не поставил брызговики. Я как бы в ответ им сказал, что у нас и Жигули многие годы ездят без брызговиков, ничего не происходит, ничего с порогами. — Ну так, для понимания ситуации у вас камнями побито или просто краска стерта? — Нет, именно кусками облезают пороги. — А давно машину приобретали? — Я приобретал Audi Центр Таганка. — Так на Таганке или Audi Центр Запад? — Ну я так понимаю, что это одно и то же, мне так сказать. — Ну на самом деле нет. Все дилеры относятся на самом деле к разным холдингам, и тут имеют принципиальный момент. — Нет, приобретал я на Таганке, но обслуживал все время на рублевке. — А, на Западе обслуживались. — Да. — Что в этой ситуации сделать? В принципе, нужно понимать причину, почему у вас это происходит. Соответственно, если это механическое воздействие, камушки, песок. По большому счету у вас есть гарантия на кузов. Естественно, лакокрасочное покрытие вследствие пескоструя элементарного. Дилер вряд ли сможет вам покрасить автомобиль. В том числе это можно сделать по страховке. Что касаемо гарантии на кузов, то у вас идет порядка 10 лет от завода-изготовителя, поэтому по большому счету никаких проблем это не должно быть. — Как я понял, Андрей, чтобы я правильно понял, там разговор идет не о механическом воздействии, а о том, что краска просто лохмотьями слезает. — Ну да, они мне объяснили это тем, что я не ставлю брызговики. Послали запрос в Германию, якобы те прислали ответ, что если человек не ставит брызговики, мы ничем не можем помочь. — Давайте мы поступим так. Поскольку автомобиль продавался без брызговиков, да, и вы говорите, что... — Ну конечно, никто меня не предупредил об этом. — Я сейчас просто объясню дальше. У нас чуть позже, по-моему, завтра, завтра как раз у нас в эфире будет человек, который занимается экспертизами автомобилей. Он представляет департамент транспорта и связи города Москвы, и он как раз решает вопросы проведения всех этих экспертных оценок, что у нас происходит на рынке в данный момент. Я думаю, что если вы нам завтра дозвоните в эфир, то он более компетентно ответит на этот вопрос, что и как вам делать, какие порядки определения того, чей же это ремонт, за чей счет он производится. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день вряд ли более точной информации можем дать, поскольку диагностика на расстоянии достаточно такое неблагодарное занятие. То есть это надо смотреть на машину. А завтра человек вам сможет сказать, какой алгоритм действия у нас. Ну, возвращаясь к той теме, о которой мы сегодня все пытаемся так вот говорить, в плане комплектации, в плане чего-то еще. Вот по поводу приведения примеров из разных областей. Что вот сравнивая автомобиль, вот вы пришли к нам в салон, мы занимаемся там Opel, Nissan, чем угодно. Неважно, да? Насколько корректно сравнивать автомобиль с какими-то другими автомобилями этой ценовой группы? Ну, его конкурентами, да? Какие примеры удобно приводить, какие корректно, а какие уже нет? Ну, по классике продаж однозначно некорректно. Один из законов дает не хайд конкурента. Большому счету он сделает то же самое. Ну, естественно. И клиент не верит ни вам, ни, соответственно, тому, с кем он будет общаться в следующем салоне. Как бы в продаже конкретного автомобиля этому человеку важно то, насколько ты в процессе беседы сможешь грамотно мотивировать, что этот автомобиль соответствует всем его запросам, да, предварительно их выяснив, естественно. Мы выясняем все эти потребности, и потом, соответственно, складываем образ автомобиля, исходя из того, что да, действительно он ему может подходить. Профессиональные продавцы иногда даже могут порекомендовать другую марку, если клиент, соответственно, есть какие-то принципиальные позиции. Профессиональный продавец имеет в виду, что он понимает, что мы по данной марке и мы ничего из того, что он хочет, предложить не можем. И он берет на себя ответственность предлагать ему автомобиль другой марки. Ну, зачастую да. Нет, не другой марки имеется в виду, но, может, другая модель. Другая модель. Понял, понял. Хорошо вас понял. А в рамках, поскольку вы представитель все-таки мультибрендовых сервисов, вот в рамках того, что вы занимаетесь разными марками, вот у себя внутри, как вы определяете, что можно говорить там, да, вот где можно человека отправить, там, например, в сторону Ниссана, там, или в сторону какой-то другой марки, если кажется, что он все-таки больше склонен купить этот автомобиль. Бывают такие вот ситуации? Ну, если человек приходит в салон, например, приходит в Форд, или потом планирует зайти в тот же самый Ниссан или Шевролет. Ну, так бывает же под одной крышей, ты заходишь, входы вроде бы разные, но это все одно большое помещение, они стоят здесь и Шевроле, и Форд, и Ниссан, и Опель. К тому же, если все это находится под одной крышей, и клиент с удовольствием послушает и про Ниссан, и про Форд, и про Шевролет. Вот что у менеджеров разрешается, и что запрещается делать в плане мотивации клиентов вот именно на эту модель, или предложение перейти ему, посмотреть что-то еще. Поскольку, я так понимаю, менеджер все-таки получает деньги за свой проданный автомобиль, у него не очень большая мотивация на объемы продаж, холдинга вообще в целом. Поэтому у него есть большая стимуляция сказать, что именно вот эта вот машина, она самая лучшая, именно потому что я вам ее продаю, если так перевести с русского на русский язык, то, что он говорит. Что запрещено, что разрешено людям говорить? Ну, какие-то есть, но не то, что конкретно, там, до слов давайте, а вот просто какие-то примеры корректности, элементарного уважения к тем людям, которые здесь работают, к своей компании. Ну, как уже сказал собеседник, наши менеджеры не то, что стараются, это им в приказном порядке запрещено отзываться плохо о конкурентах. Я не говорю про наши марки, но и другие марки тоже. Нет, ну, про ваши-то марки, конечно, это категорически плохо, если еще будут отзываться человек плохо, работающий в этом же салоне. Да, потому что присутствует здоровая конкуренция, то, что менеджер хочет сам продать автомобиль, получить за это деньги. Поэтому я понимаю, что… До абсурда может дойти ситуация. Знаете, вы какой хотите купить себе Nissan? Да, вот этот Nissan замечательный, тот Nissan, он плохой, его продает другой менеджер, поэтому вот об этом Nissan я могу говорить. Здесь вершина японской конструкторской мысли потрудилась, а тут на том она отдохнула. Здесь, опять же, должен присутствовать здравый контроль над менеджерами. Никогда не помешает послушать то, что говорят менеджеры, вплоть до того, что они разговаривают по телефону, как разговаривают с клиентом по телефону. Опять же, существуют тренинги по обучению менеджеров как по ведению в салоне, как по ведению телефонных разговоров. Нет, ну это отрадно слышать, я сейчас после того, как пообщаемся с зрителями, я объясню, почему. У нас есть еще один звонок, здравствуйте, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, откуда вам звоните? Это Александр, город Железноводск, Кавропольский край. Слушаем вас, Александр. Вот у нас в Пятигорске здесь, ну это рядом, там же города-школдной группы, открылся автосталон, называется Dream Car. Я, например, туда заезжал, по работе и так, и хотел, чтобы у них там приобрести, например, автомобиль. Подходишь к менеджерам, начинаешь с ними разговаривать. То есть, объясните, пожалуйста, например, с чего состоит комплектация этого автомобиля. А мне, например, менеджеры даже не могут это дело объяснить. Вот как, например, с этим поступать? Ну, в этом плане есть один совет, если, ну, опять же, этот совет касается больше крупных городов, чем маленьких. Если менеджер не знает, что вам объяснить, ну, надо, значит, поменять, если не салон, то уж точно менеджера, на того, который сможет объяснить. У нас с этим действительно есть проблема, потому что рынок растет бурно, а людей, как я понимаю, не хватает на все более растущие позиции, как бы и по количеству, и по качеству. Потому что, ну, свежие примеры, к сожалению, когда заходишь в салон, при том, что сейчас автомобильная тема очень популярная, и вроде бы и тренинги проходят, не буду сейчас называть всех этих людей, у кого мы в салонах были, посмотреть. Ну, как бы себе лично интересовал, ну, не чужим людям автомобиль, стоят люди в салоне, повернувшиеся к тебе филейной частью. Стоишь, стоишь, смотришь, думаешь, ну, сейчас кто-то подойдет, что ли. Причем речь не шла о бестселлере, продаже каком-то, речь шла о салоне, в котором очередей нет. Да, вот на эту марку очередей нет, можно купить без очереди. Ну, причем люди стоят повернувшиеся так. Ну, постоял, ну, чихать, наверное, не буду, чтобы там на меня обратили внимание, хотя, скорее всего, это еще не поможет. Есть такая проблема, действительно, но, наверное, это относится к все-таки, я даже не знаю, к кому это относится. Это, наверное, относится к людям, которым неинтересно, как идет у них бизнес, раз таким людям позволяет работать у себя в салоне. Нет, ну, на самом деле, здесь можно прокомментировать ситуацию. Рынок у нас постепенно все-таки приходит к каким-то цивилизованным формам, и зачастую такую ситуацию, я не думаю, что встретите в дилерском центре, который принадлежит одному из крупных холдингов. Потому что на сегодняшний день, в том числе наш холдинг, Гемо Моторс, уделяет огромное внимание обучению персонала, стандарты продаж. То есть, соответственно, в нашем салоне вы никогда не встретите продавца, повернувшись к вам в филейной части. Во-вторых, естественно, тренинги, обучение, все это проходит. У нас не в приказном порядке, но мотивация сотрудника, даже если он переведет клиента из одного салона нашего холдинга в другой, она все равно присутствует. Поэтому объективную информацию в нашем салоне получить можно, даже если, соответственно, человек по каким-то рядом причинам не может приобрести, допустим, себе Ауди, Шкоду, ему этот же менеджер порекомендует с большим удовольствием. Это будет объективная информация по той простой причине, что он заинтересован и в этой продаже, и в той. Ну, это мотивирует информацию, не сказать, что объективная, раз он заинтересован. Но на самом деле, да, на самом деле, положительно. Он не будет до победного утверждать, что надо только это, и это. Ну да, он не будет вызывать отращение. Вот я сейчас хотел немножко еще поговорить о том, как проводится это обучение, чему вы учите людей, чему в холдингах вообще учат людей, которые сейчас продают машины. Ну, сейчас пообщаемся со зрителем и вернемся к обсуждению. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Владимир. Олег, слышно? Да, Владимир, слышно. Откуда вы нам звоните? Я из Переславжа-Залежского, Ярославской области. Очень приятно, Владимир, слушаем вас. Мне вот интересует такой вопрос. Я заказал автомобиль Ford, Ford S-Max в автосалоне, и когда я общался с менеджером, то мне была девушка, которая как бы дала описание опции на автомобиль. Ну, как-то там что-то ее отвлекло, и она передала меня другому парню. И он мне дает другое описание опции, говорит, вот там у вас не совсем точно, а здесь, говорит, верно у меня. И там получается разница в цене. То есть, получилось, скажем, вентиляция сидений, если будет так, то в одном прайсе это 510 долларов, в другом это было 180 долларов. Хорошая разница. Хорошая разница, да. Ну, вот я как бы заказал автомобиль, дома это более внимательно все просмотрел. Я, конечно, хожу это все выясню, мне бы хотелось ваши ответы услышать. Вы скажите, про какую модель вы говорите? Марка, модель S-Max? S-Max, да? Это Ford Focus, Ford S-Max. S-Max, понятно, хорошо. Ну, я не знаю, сможете нам помочь в плане того, сколько стоит эта опция в комплектации Ford S-Max? Я думаю, что, наверное, я смогу подсказать. Если вы заказываете подогрев передних сидений, то действительно вы платите за нее 180 долларов. Если вы заказываете подогрев сидений с вентиляцией, есть и такая опция, то она, соответственно, стоит гораздо дороже. Поэтому, получив договор на руки, обязательно проверьте все доп. опции, которые там указаны. И вы имеете право как согласиться, так и не согласиться с ними, и заставите дилера поменять вам договор. Ну, если это в договоре не было указано, имейте в виду? Да, если в договоре была указана неправильная опция. Понятно. Ну, а как это неправильно? Если я заказал себе подогрев сидений с вентиляцией? Нет, ну, я так поняла, что объяснили. Я понял, потому что одно и то же стоит просто разных денег. Да, но по сути это разные опции. Ну, абсолютно разные, просто опции разного уровня немножко. Потому что подогрев – это вещь привычная, а вентиляция – это вещь не такая привычная даже в представительском, ну, не то что в представительском, в премиум сегменте, это до сих пор не на каждой машине стоит. Ну, возвращаясь к тому, как обучают продавцов продавать автомобили. Все вы помните, наверное, эту историю, когда мужчина пришел в какой-то там торговый центр купить там себе каких-то гигиенических средств, уехал на внедорожнике с катером, с удочкой, там, со всеми-всеми этими делами. История смешная, но она базируется, в общем, на практике, потому что, ну, не знаю, приводят этот пример или какие-то другие. И как вот вы определяете человеку, ну, вам же не нужен ленивый человек, стоящий в салоне и продающий машины так вот, как-то отмахиваясь от покупателя. Ну, что я вам буду рассказывать? Я буду необъективен, я работаю здесь за свою выгоду, поэтому лучше меня не слушайте. А что сейчас хочется, по вашему мнению, что сейчас хочется покупателям получить от продавца? Ну, соответственно, чему учат продавцов сейчас автомобили? Чему посвящены эти тренинги? По большому счету, тренинги посвящены, на самом деле, как бы достаточно большой спектр. Они охватывают... Ну, давайте так, я попробую конкретизировать вопрос, потому что это очень получилась действительно общая информация. Но перед этим я еще пообщаюсь со зрителями, узнаю, что у нас есть за звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Владимир Георгиевск, Ставропольский край. Очень приятно, Владимир. Взаимная. И хочу тоже самое сказать, в адрес вашей передачи, действительно, здорово, интересно и, главное, актуально. Спасибо. Спасибо, Владимир. Значит, вот такого плана вопрос. Хочу купить новую машину. И не могу определиться конкретно и точно, Ford Focus или Chevrolet Lachette. Когда прихожу в магазин по продаже Ford и задаю вопрос менеджеру по поводу данного автомобиля, но предварительно сразу говорю, что не знаю, как выбрать, как правильно и на чем остановиться. Соответственно, начинают говорить, что Chevrolet, извините, это совсем не та машина, которая застойна покупки. Ну и когда прихожу в салон по продаже Chevrolet, говорят, что извините, Focus, но это же ведь российская сборка. Ну, о чем вы думаете, это Chevrolet, это все-таки Корея и так далее и тому подобное. Но, если честно, мне бы хотелось со стороны профессионалов более конкретную информацию получить, на чем все-таки, чего отдать предпочтение. Спасибо за звонок, я сейчас перепоручу вас профессионалам, но так, как бы предваряю, из того, что я услышал в ответе на вашем вопросе, что фокус российской сборки, там интересная очень статистика была еще по Ford Focus первого поколения, что количество отказов в гарантийный период на фокусах российской сборки было меньше, чем на фокусах европейской, в качестве, в частности, немецкой сборки. Цифра эта не отличалась в разы, все-таки уровень качества примерно один и тот же, но какие-то есть нюансы, но при этом они в пользу российского Ford. Ну, а что касается Chevrolet Lachete, то он тоже, в общем, собирается это у нас в Калининграде. Да, это корейская автомобиль, но собирается все это как бы в виде единого целого, образуется уже в Калининграде, поэтому это тоже вопрос такой, достаточно спорный. Или я путаю по поводу Chevrolet Lachete? Нет, он собирается в Калининграде. В Калининграде, да. Ну, все, значит, я не обманул вас. Теперь переходим к тому, что советовать. Ну, наверное, некорректно такой вопрос задавать нашим гостям, потому что это вопрос между двумя марками, да. И единственное, что я понимаю, что, наверное, кто-то и сможет, но я не хочу такой ответственности грузить сейчас, говорить между марками, не хочу, чтобы вы в эфире повторяли те же вещи, там, ну что вы, на Chevrolet это не машина, да, или там фокусы не машина, да. Или аутик. Единственное, что, ну, как бы, соблюдая корректность по отношению к маркам, автомобили, на самом деле, ну, скажем так, сопоставимые, более чем сопоставимые, да. И если вы не можете глядя, ну, прокатитесь на машине, посмотрите, если вы не можете после пробной поездки, после того, как вы посидели за рулем одного и другого, определиться с тем, что же вам больше нравится, посмотрите на другую ситуацию. По срокам доставки и по условиям обслуживания, ну, вплоть до того, какой из этих дилеров находится к вам ближе. И где вам, получается, условия содержания, обслуживания этой машины, где они вам нравятся больше. Потому что, ну, каких-то таких экспертных мнений, там, мнений космического разума, что вот нам смертным непонятно, а вот нам, там, большим специалистам, понятно. Машина действительно достаточно сопоставимая, поскольку речь идет о гарантийном автомобиле, ответственность за все поломки которого на себя, безусловно, берет производитель, то давайте тогда перейдем так, после тест-драйва смотрите, что вам по условиям удобно обслуживать. Ну, и возвращаясь к тому, о чем мы говорили. Все помнят, что я задал вопрос, да, по поводу обучения. Вот как определить покупателю, ну, как определить продавцу вот эту вот грань тонкую между вниманием и действительно работой и навязчивостью? Потому что бывает действительно такая ситуация достаточно, ну, или не бывает, вот не знаю. Как вот вы определяете? Есть же, наверное, какие-то вещи, когда вы не говорите людям, ну, когда вы предлагаете людям, не будьте навязчивыми, да, поймите эту тонкую грань, когда человеку уже, наконец, надо перестать предлагать другую машину, когда понятно, что он мотивирует. Ну, у нас еще один звонок, давайте пообщаемся и, как кажется, я буду ждать ответов на этот вопрос от вас. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер, Николай Суркутов. Очень приятно, Николай, слушаем вас. Да, у меня вопрос, наверное, скорее к вам. Ну, давайте, я тоже могу ответить. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, вот иностранные бренды C-класса автомобилей, цены на какие из них, на ваш взгляд, завышены? Откровенно. Фух, вы знаете, я вам не скажу ни про один из автомобилей, что они завышены. Завышенная цена может быть на какую-то... Ну, цена качественная. Ну, вот я сейчас объясню, просто объясню, что я имею в виду, да. Завышенная цена может быть в том случае, когда есть монопольная ситуация. Вот есть монополист у нас там, государство на перевозку в метро. И цена на перевозку в метро может быть завышена, это да, может быть, например, да. А когда мы говорим про машину, объективно завышенных цен в принципе быть не может по одной простой причине. Если я буду завышать цену на свою марку, я на этом рынке не одинок. И конкуренты мои воспользуются моей оплошностью, тем, что я завысил цену на свою модель. И, естественно, отнимут у меня достаточно существенный объем продаж. Хотя история знает примеры, когда маркетинг целого бренда, не буду сейчас опять же говорить какого, чтобы не обидеть людей, строился на том, что цена вот этих вот вещей, она как бы говорила, что ну посмотрите, мы стоим таких денег. Неужели вы думаете, что мы можем быть плохого качества? Неужели вы думаете, что наши вещи могут быть такими же, как вот те, которые продаются за нормальные деньги? Ну, в общем, и все, что на эту тему, наверное, можно сказать. Единственное, что есть, конечно, если вы говорите про C-класс, C-класс есть вот такой, как Golf, ну, вернее, как Focus, как Lachete, как Nissan. Есть C-класс премиум сегмента, там цена, естественно, выше, потому что, ну, это премиум сегмент, тут названием это определено. И вопрос для вас просто, вы посмотрите функциональное наполнение, если вы не стойки там западать на бренды, если вы не можете сказать, что вот я езжу только на премиум сегменте, то смотрите по наполнению, по оснащению, по материалам, по тому, как вы чувствуете себя в этом автомобиле. Тогда цена этого автомобиля уж точно не будет для вас завышенной. Вот пока у нас до эфира осталось, до конца эфира, порядка пяти минут, я все-таки надеюсь, мы успеем обсудить. Как вот определить вот эту тонкую грань между навязчивостью и работой? Ну, с одной стороны, нельзя человека оставлять без внимания, когда он пришел в салон. Нельзя ему сказать, ну что, определился? Нет, определился, подходи, пока не тревожь по той сторонке. А с другой стороны, ну, вы поняли, о чем я сказал, про навязчивость. Ну, по большому счету, это больше определяется практикой, на самом деле, практикой и опытом, да. Есть, конечно, некий элемент психологии в работе продавца, элементарная совместимость, да, с конкретным человеком. Поэтому нужно также понимать, что для некоторых покупка не состоится в первый же день его прихода в автосалон. Поэтому задача такова, чтобы именно в конкретно вот в этот день состроить таким образом отношения, чтобы человек тебе доверился. Ну, чтобы не перегрузить его, грубо говоря. Нет, если он тебе доверяет, то есть, скажем так, неприятельские отношения, но как бы вот достаточно, да, доверительные, теплые. Если он тебе доверяет, то он у тебя купит автомобиль. Может, это произойдет не в первый день. Если, соответственно, ты просто фактически его передаешь в первый день, да, он может вообще отвернуться. И купит, может быть, даже эту же машину, но в другом салоне. Зачастую этим грешат продавцы, которые вот недавно работают. Ребята, которые работают достаточно, ребята-девушки, соответственно, работают достаточно давно. Ну, это уже на уровне, скажем так, подсознать. Ну, по поводу девушек, это интересный момент. А девушкам, насколько легко или тяжело продавать автомобили? Насколько вот, ну, вы сами, наверное, понимаете, насколько вот люди охотнее или неохотнее идут к девушкам, продавцам, консультантам? Ведь у нас в стране такая вот стереотипная сложилась модель поведения. Девушки что-то знают про машину и пытаются мне объяснить. Ха, нашли тоже кому объяснять. Вы знаете, работа продавцом, случались такие ситуации, когда клиент категорически отказался со мной общаться только по половому признаку. Дискриминация какая-то. Да, ну, большое спасибо нашему начальнику отдела продаж, на что он мне сказал. Подходишь к клиенту и говоришь, либо вы общаетесь со мной, либо больше никто с вами общаться не будет. И вы знаете, клиент общался со мной и покупал автомобиль. Поэтому здесь, по большинству случаев, зависит все-таки от квалификации менеджера, подачи материала, знаний материала. Ну, понятно. Ну, это, конечно, сексизм редкостный. И, в общем, действительно, тут начальник попался такой, ну, руководитель, да, очень корректный. Потому что другой бы сказал, ну, ладно, идиот-идиотом, ну, давай уж продадим ему машину, поэтому кого-нибудь другого отправим. Если я не ошибаюсь, мне сейчас подскажет редактор. У нас, по-моему, есть еще один звонок. Слушаем тогда, что говорит нам следующий зритель. Здравствуйте. Здравствуйте. Представься, пожалуйста. Это Краснодарский край. Василий Звонит. А, Краснодарский край. Очень приятно. Да, алло. Да, 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 слушаем вас. Я очень уважаю и очень неравнодушно отношусь к «Кауди». У меня такой вопрос. От размеров, вот вы ранее говорили, размер автомобиля, там место, семена, там, кто садится, кто сиденье отобегает. Это, конечно, хорошо. А я так думаю, влияет ли безопасность, я не задаю вам вопрос, влияет ли размер автомобиля на безопасность? Понял. Спасибо. Спасибо за звонок. К сожалению, у нас до конца эфира осталась минута, поэтому будем достаточно коротко отвечать. Если кто-то из присутствующих со мной не согласен, не обижусь, если возразите и перебьете. Естественно, размер влияет на безопасность. Тут достаточно это очевидно. Тем более, что автомобили следующего класса, они даже как база содержат гораздо большее число срезов безопасности, таких как подушка безопасности, таких как система распределения тормозных усилий и прочее, прочее, прочее. У нас, к сожалению, сегодня уже осталось 20 секунд порядка, поэтому мы можем подводить итоги. Сегодня у нас был Тихонов Андрей, представитель замечательной компании GEMA Motors, руководитель отдела продаж одного из подразделений, и Калининенко Елена, которая занимается бренд-менеджингом в компании Gensar. Надеемся, что сегодня смогли в какой-то степени рассветить эти вопросы. До новых встреч, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова